Ну что ж, когда тему все обсудили, просмотры собрали, хайп прошел, можно и мне ролик выпустить? Привет, просветители! Сегодня бы я хотел поговорить о теме, которую все активно обсуждали, наверное, последние месяца два. Вы, скорее всего, натыкались на эти видео. Но которая на самом деле требовала к себе внимания гораздо раньше. Тут просто господин Кравцов Кринжатину такими промышленными темпами выдает, что ни на что другое времени не остается. Кстати, о Кринжатине и Кравцове. Звучит как название басни Крылова. На прошлой неделе наш любимый министр решил устроить экзамен по истории, школьница из Нижнего Новгорода. Аминин, это какой век? спрашивает министр. Ладно, сейчас звучит уже как анекдот. Заходит как-то министр просвещения в Нижегородскую школу и спрашивает. Это что-то про восстание поляков против русских. Они еще ополчение собрали. Поляки, очевидно. Но век я не помню, признается школьница. Шестнадцатый, с улыбкой отвечает Сергей Кравцов. Шестнадцатый, Карл. Минин и Пожарский, шестнадцатый век. Не, ну так-то на свет они появились в шестнадцатом. Министр образования Российской Федерации Сергей Кравцов. Прошу любить и жаловать. Естественно, сюжет с подобным ответом министра был оперативно удален с канала. Мы это обсуждали на последнем стриме. Кстати, все записи моих стримов и ранний доступ к роликам без рекламы вы можете найти по ссылке в описании на моей страничке Boosty. Кроме того, сейчас вы видите имена самых топовых товарищей, которые там меня поддерживают. Огромное вам спасибо. Если есть желание, присоединяйтесь. Я буду очень и очень благодарен. Как вы понимаете, с такими перлами министра о чем-нибудь другом говорить достаточно сложно. Но я попытаюсь. Когда российский YouTube перестал быть исключительно платформой для челленджей и рассказов о содержании своей сумки, видеоблоги стали создавать и вполне серьезные профессиональные люди. А не только школьницы, на чью фан-встречу никто не пришел. Разблокировано воспоминание. Кстати, ничего против школьных блогов не имею. YouTube это площадка для всех и это круто. Для всех, кроме Стаса и как просто и Камикадзе Ди. Павел, вы такой юморист, боже-боже, продолжайте. Огромной проблемой для российского, да и не только российского общества, все еще является стигматизацией темы ментального здоровья. И сколько бы ни появлялось в роликах у блогеров реклама популярных сервисов, некоторым людям все еще банально страшно обратиться за помощью. Потому что непонятно, а что психолог скажет? А вдруг твою проблему обесценят? А если меня тут же санитары под белые рученьки схватят? А чем вообще на этих психологических сеансах занимаются? И появление на YouTube каналов профессиональных психологов с дипломами, практикой и реальным опытом позволило приблизить тему психологической помощи к обычному человеку. Оказалось, что это не просто блажь для богатых из американских сериалов. Огромный плюс прихода профессиональной психологии в наши рекомендации на YouTube это психологическое просвещение, которым и занимаются подобные блогеры. Человек посмотрел ролик, услышал о своей проблеме и узнал о способах ее решения в кабинете профессионала. Да даже просто обратил внимание на свое психологическое состояние уже неимоверно круто. Честно говоря, я сомневаюсь, что просто просмотр психологического ролика на какую-нибудь популярную тему может решить серьезный вопрос. Но вот в то, что это может стать первым шагом ко встрече со специалистом, способом перебороть страх, безусловно. Проблема лишь в том, что есть психологи, занимающиеся психологическим просвещением и снятием, нет, не порчи, стигмы с вопросов ментального здоровья. А есть блогеры с психологическим образованием, которые тупо зарабатывают деньги. И ладно бы только это, ничего плохого в зарабатывании денег нет. Я сам этим занимаюсь. Как и все мы. Но они еще и внушают людям новые стереотипы. А то и подтверждают мысль. К психологу не ногой. У 96% российских компаний есть проблемы с компьютерной безопасностью. Не самая веселая статистика. И чтобы защититься от преступников, бизнес активно ищет специалистов по кибербезопасности. Тех самых героев, что ищут уязвимости и предотвращают компьютерные угрозы. Ну и получают от 80 тысяч рублей в месяц. У образовательной платформы Skillbox есть курс специалист по кибербезопасности с нуля. За 12 месяцев обучения вы выполните более 100 практических работ на основе реальных кейсов. А также получите два проекта в портфолио. Вы научитесь искать уязвимости, предотвращать угрозы, перехватывать и анализировать сетевой трафик, взламывать беспроводные сети, работать с большим арсеналом хакерского ПО и обеспечивать безопасность IT-систем. Освоите востребованную профессию даже с нулевым опытом в программировании. Уже через 5 месяцев у вас появится возможность трудоустройства или стажировки. Кстати, Skillbox гарантирует, что вы сможете найти работу или вернет деньги. Стоит отметить, что доступ к курсу у вас останется навсегда. И еще даже год английского подарят. Учиться можно начать уже прямо сейчас. А первый платеж совершить через полгода. Ну и промокод ОСТАПОВ1, дающий скидку 50%, тоже лишним не будет. Переходите по ссылке в описании и получите по-настоящему востребованную профессию. Лично я всех блогеров-психологов делю на три категории. Первая – это просто люди с психологическим образованием, которые снимают научно-популярный контент. Допустим, как я ролики об образовании. Я не позиционирую себя как учителя. И не начинаю каждое видео с… Всем привет, меня зовут Остапов Павел, у меня высшее педагогическое образование, и я проработал в школе 8 лет. Записываемся на курсы подготовки к ЕГЭ. У меня просто есть опыт в этой сфере, которым я и делюсь. И реагирую на различные новости с точки зрения человека в теме. Точно так же и блогеры-психологи делятся своими знаниями. В первую очередь они создают контент. Они не пытаются найти клиентов, не ведут практику. Просто приятный науч-поп. Флаг им в руки, уважаю таких людей. Вторая группа – это профессиональные психологи, психотерапевты и психиатры. Их контент полностью строится вокруг их нынешней работы. Все гораздо более серьезно, порой сухо, но зато информация из первых рук. Если вернуться, к примеру, с моим блогом, то если бы я все еще работал в школе, безусловно, мой канал выглядел бы немного по-другому. Не, про Кравцова бы я продолжал рассказывать. Почему по-другому? Потому что я учитель. И это был бы блог учителя. Так же и с психологами, оставляющими ссылки на свои консультации. Приходите на мои сеансы. Перед нами сидит человек, который из-за особенностей своей профессии обязан. И я не знаю, сколько раз это слово нужно подчеркнуть. Обязан не переступать определенные границы. Ту самую профессиональную этику. То, что может позволить себе блогер с первой категории, недопустимо для практикующего специалиста. И возможно, именно поэтому пробиться на ютубе подобным блогом гораздо сложнее. На клубнички выехать не получится. И, наконец, есть третья группа. Наш сегодняшний героиня. Они пришли на ютуб за клиентами. И в этом нет ничего плохого. И хайпом. Причем не самым чистым. А вот это уже проблема. В своих многочисленных интервью Лина Дианова не скрывает, каких космических денег стоят ее сеансы. Что я могу сказать? Молодец. Если люди готовы платить такие деньжищи просто за популярное лицо, это явно не ее проблемы. В начале каждого ролика Лина подчеркивает, что она клинический психолог и гештальтерапевт. И это мгновенно накладывает на нее ряд ограничений. Да, все вот так несправедливо. В конце многих роликов другая звезда ютуба Вероника Степанова предлагает записаться на сеансы с ней. И это тоже тут же переносит ее обсуждение чужой личной жизни в область профессиональной этики. Шесть попыток и ни одной удачной. Но это говорит только о том, что это был демонстративный. И я не могу остаться, ну, такой серьезный, да, к тому, что говорит Диана. Ну, хочется иронизировать, потому что я слышу слова ребенка. Вот у нас клинический психолог и гештальтерапевт иронизирует над попытками человека уйти из жизни. Ну, они же были демонстративные, эти попытки. Ни одной удачной. Великолепно. А сам факт, что человек предпринимал эти попытки, не говорит о том, что ему нужна помощь. Человек, у которого все в порядке, не будет пытаться подобное инсценировать. Ну, какая нафиг помощь? Гови досик снимать так веселее. А еще всяких эффектиков на монтаже набросаем, чтобы сразу же стало понятно, что у героини психологического разбора. Беды с башкой. Это как беседы с батюшкой, только с башкой. И беды. Павел, вы такой юморист. Боже, боже, продолжайте. Детели узнали сразу, но они ей не помогли. И при этом кто-то вызвал врачей, но жила она одна. Почему я, собственно, решил заговорить об этих дамах? По-моему, очевидно, решил хайпануть. Че обманывать-то? Все просто. Порой они ведут себя максимально непрофессионально. И иногда позволяют себе просто недопустимые высказывания. Мы их еще обязательно вспомним. И нет, я не пропописули у бабули от Вероники Степановой. Совершила попытку. Причем несколько раз позже об этом расскажу. И ее обнаружили родители. Но при этом они постоянно подчеркивают, что являются действующими психологами. И, по сути, являются своеобразным лицом российской психологии в медиа сфере. И если это лицо такое, ну что ж, понятно, почему некоторые люди все еще боятся о своих проблемах говорить. Диана говорит. Папа, мне интересна духовность, психология. Но в целом я не знаю, кем стать. Правда здорово, когда психолог тебя пародирует? Очень профессионально. Курсы клоунов вон там. Они поняли. Ребенок у нас. Шшшш. Приходишь на сеансы, тебе там. Понятно, что на сеансах Лина ведет себя, скорее всего, по-другому. Но нам-то, людям, которые впервые сталкиваются с психологами, об этом как узнать? Вот мы видим, что психолог буквально издевается над человеком, у которого проблемы. И логично предположить, наверное, это нормальное поведение для психолога. Создается весьма странная ситуация, когда дамы, которые постоянно подчеркивают свою принадлежность к вниманию помогающей профессии. Всем привет, меня зовут Лина Дианова, я клинический психолог и гештальт-терапевт. Своими видосиками порой откровенно вредят как конкретным людям, за счет которых они пытаются поднять свою медийность, так и целым маргинализированным группам. Во-вторых, я говорила про людей, которые много-много лет себя убивают и так. То есть я сказала, которые убивают себя веществами. Так Лина пытается оправдать вот это свое нашумевшее высказывание. И когда к психологу приходят вот такие клиенты, которые все никак не могут начать жить, у которых, например, случилось травматичное событие, они потеряли близких, и уже 8 лет человек не живет. Да, он думает только о с***, он, например, что-то употребляет, ну, как-то себя изводит, чтобы умереть. То тогда психологи могут работать довольно жестко. И они говорят, ну иди умирай тогда. Понимаете, эти люди и так уже себя убивают. Поэтому психолог вполне может использовать провокативный метод. Ну, не сработает, так не сработает. Он же сам собой не дорожит. Спасибо, Лина. Всем людям с серьезными проблемами вот просто мгновенно легче стало. Или другой пример уже от Вероники Степановой. С потрясающим набором штампов об асексуалах. Нельзя. Не, ну практика-то как раз показывает, что можно. Неэтично. Сначала создавать, пусть и опосредованно, но все равно букет психологических проблем у людей. А потом их же и пытаться зазывать к себе за психологической помощью. Ну что невыносимо? Я никак не могу понять. Диана говорит об отсутствии поддержки и эмпатии. Да, это тяжело. Да, это оставляет след в развитии ребенка в психологическом формировании. Но это выносимо. Не, обесценивание от близких и родных это мы уже проходили. Но от клинического психолога. А зачем мне тогда к специалисту обращаться? Просто денежки Ленин Диановой занести? Потому что если подумать, то, ну, наверное, действительно все более-менее выносимо. Чувствуете, как уровень экспертности и профессионализма тут падает до... Да разве это проблемы? А вот дети в Африке. Ни один нормальный психолог не позволит себе копошиться в личной жизни человека на потеху публике. А уж тем более заниматься аутингом. Это у нас любимая тема Вероники Степановой. Кто ж с кем спит? А не гей ли вот этот певец? А может, лесбиянка-то актриса? Вероника, вы как психолог, наверное, должны понимать, что если человек о чем-то не говорит, о чем-то личном, то, может быть, у него есть на это свои причины, которые можно и нужно уважать? И с кем спит условный Иван Иванович Иванов? Вот уж точно не ваше дело. Вообще, никоим боком. Но звезды же сами выбрали публичную жизнь, можете возразить мне вы. И я с вами полностью согласен. Да, к сожалению, публичный человек должен быть готов и к потокам оскорблений, и к заинтересованным глазкам, устремленным в его спальню. Но есть огромная разница. Условный Антон С., собирающий самые грязные сплетни и косплеющий бабулю на лавке, кричащую «Наркоманы! Проститутки!» никому ничего не обещал. Он не связан профессиональной этикой. Он не зазывает к себе на решение психологических проблем, когда его же ролики эти проблемы и дарят. У меня не будет никаких вопросов, ну, может быть, только парочка. Если на меня снимет обзор какой-нибудь блогер, или, допустим, фанат Кравцова на Яндекс.Зене выпустит разгромную статью. Я занимаюсь публичной деятельностью и должен быть к этому готов. Хотя я все еще точно так же имею полное право негодовать. Но если подобный ролик выпустит Лина Дианова, практикующий гештальтерапевт, о чем она напоминает при каждом удобном случае, это уже совсем другая история. Но не имеет права Лина, как практикующий специалист, ставить мне диагноз через экран. У меня для этого есть профессионалы в комментариях. Без моего разрешения разбирать мое прошлое и по особенностям мимики пытаться строить какие-то научные теории. Потому что это непрофессионально. Когда Лина Дианова на огромную аудиторию препарирует известного человека, она отлично понимает. А если не понимает, то это вопрос уже к ее интеллекту. Что далеко не маленькая часть этой толпы едва закроет ролик, тут же направится к герою видео. И тут же сообщит ему и о детских травмах, и о том, что у него расстройство личности, и о прочем. Когда ты собираешь просмотры на известном имени, начинаешь выдвигать наукообразные теории, осуждаешь человека, выносишь ему какой-то диагноз. Ну, все то, чего у Лины и у Вероники в видео просто море. Ты банально доказываешь, что проф непригоден. Потому что одно из самых главных качеств и для психолога, и для психотерапевта эмпатия. Без нее тебе нечего делать в профессии, главная идея которой – помощь людям. Беда в том, что, судя по всему, и Веронике, и Лине просто наплевать, как будут чувствовать себя герои после их профессионального разбора. Если человек выкладывает ролики на ютубе, или выступает на сцене, или снимается в кино, он не обязан делиться с аудиторией своей медицинской картой. А тут мы узнаем, что у этой анорексия, у второй явные терки с отцом, а здесь вообще генетическое заболевание. Но есть что-то еще. Вот что-то еще, очевидно, врожденное, очевидно, генетическое добавляется вот к такой слабой меланхоличной нервной системе. Алло, гараж, Лина, какое еще генетическое врожденное? Вы же знаете, что психологи вообще-то диагнозы не ставят. Хотя, даже если бы они и ставили, человек вас об этом не просил. Где та самая этика, не навреди? Ну вот просто представьте себе, вы спокойненько сидите на диванчике, жуете чипсики, или морковку грызете, мы здесь за здоровый образ жизни, а какой-то специалист 80-го левела у вас генетические проблемы находит на миллионную аудиторию. Класс, одобряю. Несколько лет назад у меня вышло видео с названием «Ставлю диагноз по аватарке». Так вот, я шутил, и никакие диагнозы ни по каким аватаркам я не ставил. А Лина Дианова генетически обусловленные заболевания по интервью выявить может. Слушайте, может нам Лину министром здравоохранения сделать с такими способностями? Ну просто экстрасенс. Тут либо гениальность, либо... Но плевать все эти психологи хотели на состояние своих героев. Главное просмотры есть. А что должен чувствовать зритель? Нет, не тот, который пришел узнать гей или нагиев, есть ли синдром у Бузовой. Кто смотрит ролик профессионала и пытается для себя решить, а готов ли я идти к психологу. Он узнает, что проблемы это повод для шуток и издевок, что обесценивание это норма. Повторю, это называется вредительство. Я не отрицаю, что Элина и Вероника отличные блогеры, отличный контент-креатор, и их ролики интересно смотреть. Но они же себя позиционируют не как блогеров. Они-то у нас психологи. Вот в чем разница. Понимаете, если я сейчас буду постоянно допускать какие-то орфографические ошибки, вот здесь они будут появляться, вы, конечно, можете сказать, но Павел, ну у вас же филологическое образование, вы же работали учителем русского языка. Так вот, понимаете, я работал. Сейчас я спокойно могу говорить, абсолютно безграмотно, делать ошибки, и ничего не произойдет. Я не являюсь учителем. А вот если бы все то же самое было в тот момент, когда я работал в школе, это уже говорит о моей экспертности, о том, какой я профессионал. Потому что я работаю по этой профессии. Понимаете? Если я вдруг решу, к примеру, материться в своих роликах, это многим, безусловно, может не понравиться. Но я имею на это право. Почему? Потому что я не связан сейчас никакой профессиональной этикой. А вот если я все еще работаю в школе, и при этом матерюсь, как сапожник на ютубе, вот здесь уже идет некий конфликт и противоречия. Надеюсь, понятно, почему я так взъелся на Лину и на Веронику. Нет, я не завидую их успеху. И нет, я не пытаюсь сорвать на них безумные просмотры. Если бы я хотел это сделать, то выпустил ролик, наверное, еще месяца два назад. Но так как просмотры крутятся, а подписчики мутятся, наши героини продолжают шагать по головам. Более того, уверен, что некоторым героям их разборов это даже нравится. Видос со мной на миллион залетел. Только вот профессиональный психолог с развитой эмпатией должен еще подумать и о тех, кому его разбор несет вред. Когда Лина Дианова только появилась на ютубе, мне сначала показалось, что она снимает что-то действительно хорошее. Пока не стало понятно обратное. Теперь я вот так подхожу к оценке практически всех каналов. Вот это лицо и имя на обложке ролика. Оно здесь зачем? Как некий пример для иллюстрации серьезной проблемы? Или мы полчаса будем весело обсуждать личные проблемы конкретного человека? Повторю, который об этом вообще не просил. Нет, это не нормально, если вдруг какой-нибудь терапевт начнет рассуждать в своем видео о моей бронхиальной астме. Скажу честно, мне абсолютно все равно, какой человек Сергей Кравцов. И я никогда не буду с интересом копошиться в его грязном белье. А кто это рядом с ним? Почему? Да потому что я говорю о нем только как о министре просвещения моей страны. И интересен он мне исключительно в этом качестве. Я сегодня рассуждаю о Диановой и Степановой не потому, что мне хочется осудить конкретных блогеров. Да мне наплевать и на одну, и на другую. Простите за честность. А потому, что эти дамы являются вершиной айсберга непрофессионализма. И не потому, что у них нет конкретных знаний или образования. Нет, я не об этом. Они об этике профессиональные забыли. А это ничуть не менее важно. Мне абсолютно безразлично, были ли у Лины проблемы с отцом, есть ли у нее генетическое заболевание, каким видом секса предпочитает заниматься Вероника. Важно лишь то, что профессиональные психологи плюют на этику с высокой колокольни. Меня волнует только то, что после веселых шуток Диановой о Роскомнадзоре, человек, находящийся в максимально неуязвимом положении к специалисту не пойдет. Поэтому мне очень хочется верить, что после скандала с Линой все поймут, что такое психологическое просвещение нам не нужно. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, так оно наберет больше просмотров. Не забывайте подписываться на мой Телеграм, там интересно и все новости образования появляются раньше. Если хотите поддержать меня, то можете перейти по ссылке в описании, подписаться на мою страничку на бусте, а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.